МММ Геймс Если позапрошлая неделя была весьма скудна на события в ММО мире, то прошедшая тоже новостями не порадовала. Главным событием стоит отметить лишь запуск ОБТ русскоязычной версии Weapons of the Gods, ставшая одновременно и главным провалом ввиду DDoS-атак во время открытия серверов. Но обо всём да по порядку. 15 февраля 2012 года состоялся запуск многопользовательской онлайн-игры Weapons of the Gods. Проект привлёк к себе небывалое внимание игроков. Только в первые часы после запуска сайт игры посетили более 40 тысяч пользователей. Однако сразу после запуска на сервер игры начались массированные DDoS-атаки, которые продолжались несколько часов. Специалисты компании Destiny Development сделали всё возможное, чтобы все желающие могли получить возможность комфортно играть. Компания ArenaNet как-то намекнула, что планирует выпустить консольную версию Guild Wars 2. Сегодня на сайте Guild Wars Insider появилась информация с телеконференции NCSoft, из которой понятно, что консольная версия сейчас находится в стадии подготовки. Но не волнуйтесь, как утверждают представители ArenaNet, все силы разработчиков по-прежнему идут на PC-версию. Следовательно, консольная версия игры выйдет, скорее всего, после PC-версии. На конференции также было упомянуто о предстоящем бета-тесте Guild Wars 2. В марте и апреле пройдет крупномасштабный бета-тест Guild Wars 2. В зависимости от результатов тестирования будет утвержден окончательный план релиза игры. Позднее будет выпущена консольная версия. Living After War вступила в стадию закрытого бета-теста. Все игроки, которые получили ключ заранее, могут загрузить клиент игры на официальном сайте. Living After War — это игра, действие которой происходит в постапокалиптическом мире. В PvP-состязаниях противники командуют своими вооруженными армиями и юнитами, которые находятся в их подчинении. Игроки управляют танками, самолетами, штурмовиками, в то время как стратегически расставленные защитные башни или боевые роботы атакуют врага. Помимо данных инноваций, Living After War также отличается элементами классической RPG, такими как система гильдий, подземелья и многочисленные наборы умений. Первый этап закрытого бета-теста Терра начался в эти выходные. Обширный мир Терра ждет храбрых искателей приключений. Это первый из пяти бета-тестов для всех пользователей, сделавших предварительный заказ на игру, участников бета-теста, который прошел в прошлом году, и тысячи выбранных счастливчиков, которые зарегистрировались на участие в ЗБТ. У участников будет два слота героев для изучения рас Терра и их умений. В рамках ЗБТ игроки смогут принять участие в захватывающем битвах и прокачаться до 22 уровня. Впервые гильдии смогут сражаться друг против друга на PvP-сервере, где всем бесстрашным искателям приключений также будет предлагаться противозаконная миссия в городе Велика. В ночь на 11 февраля случилось чудо, которое игроки Rift Plains of Telara ждали с нового года. Этим чудом оказалось обновление клиента до версии 1.7 под названием «Карнавал Вознесенных». Сам карнавал еще не стартовал, его обещали запустить в годовщине игры. А вот свежие нововведения можно попробовать уже сейчас. Основная фишка патча — свадьбы Вознесенных. Хотя и различных изменений и исправлений было немало, в чем можно убедиться, прочитав, да что там прочитав, посмотрев перечень в полном объеме. ММО-шутер Blacklight Retribution от компании Perfect World Entertainment готовится к открытому бета-тесту, который начнется 27 февраля. Фанатов игры ждет не только новый контент, но и многочисленные ОБТ-ивенты. Желающие принять участие в тесте смогут зарегистрировать аккаунт на официальном сайте игры и ждать 27 февраля. В рамках ОБТ в игре появятся три новых карты, специально созданные герои и система узлов отсчета. Кроме того, благодаря откликам игроков в игре произошло масса изменений, так что можно сказать, ЗБТ прошел успешно. Наш игровой портал mmogames.ru открывает новую услугу для всех образовавшихся, либо еще только находящихся в состоянии зарождения кланов. Мы предоставим любому клану раздел на нашем форуме с неограниченным количеством подразделов. АКЛ получит все необходимые права на его модерирование. Также кланы получат промо-страничку следующего вида. Содержание и оформление ее также выбирает лидер клана. Но это еще не все. Все зарегистрированные у нас кланы будут участвовать в рейтинге, и самые успешные попадут в рекламный баннер на главной странице сайта. Таким образом, создав у нас клановый форум, активно посещая его и давая ссылку о наборе на свою промо-страницу, вы гарантированно получаете рекламу, которую будут видеть 10 тысяч человек каждый день. Подробности читайте на нашем форуме в разделе кланов. На днях мы опубликовали видеообзор Weapons of the Gods, а также долгожданную третью часть обзора ПВЕ-карт игры Warface. Ролики ждут вас на нашем сайте. Вы смотрели 38 выпуск Видео Вестника. Эти и другие новости подробнее читайте на нашем сайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...